Сегодня же в Пентагоне допустили вероятность новой наземной операции в Ираке, направленной против боевиков исламского государства. В настоящее время возглавляемая США коалиция ограничивается регулярными бомбардировками позиций ГИЛ на территории Ирака. Об этом заявил начальник штаба сухопутных войск американской армии генерал Реймонд О'Диерна на своей последней перед уходом в отставку пресс-конференции в Вашингтоне. Когда может начаться наземная операция? Этот вопрос мы адресуем моему коллеге Евгению Маслову. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Женя, приветствую. Известны ли уже какие-либо детали? Женя? Приветствую, Валера. В Пентагоне полагают, что наземная операция может потребоваться, если произойдет так называемый застой в военном отношении. В течение ближайших месяцев не удастся добиться прогресса в борьбе против исламского государства. Начальник штаба сухопутных войск США Реймонд О'Диерна заявил об этом на пресс-конференции в Вашингтоне перед тем, как покинуть этот пост. В силу этого генерал был весьма откровенен. Он, в частности, дал понять, что США могли бы направить в Ирак американских солдат. И без труда победить боевиков ИГИЛ. Однако при этом он добавил, что, скорее всего, проблему региона это бы не решило, поскольку после ухода американских войск ситуация могла бы повториться, причем по его расчетам уже через полгода. На сегодняшний день мы ликвидировали целую группу их лидеров. Проблема в том, что они по-прежнему продолжают вербовать новых боевиков. По нашим данным, они могут снова набрать от 20 до 30 тысяч человек для борьбы. Здесь необходимо не только военное решение. Они очень успешны в вербовке людей. Сегодня США сообщили о начале пилотируемых миссий с турецкой военно-воздушной базы с целью нанесения ударов по боевикам исламского государства. И, согласно заявлению Пентагона, сегодня ночью истребители F-16 уже нанесли ряд авиаударов с этой авиабазы на юге Турции. Ранее в этом месяце коалиция начала запускать с этой же базы беспилотные миссии. В прошлом месяце турецкие власти согласились предоставить военным силам США доступ к своей авиабазе в рамках плана по созданию зоны свободной от ИГИЛ на севере Сирии протяженностью около 100 километров. И на этой неделе на авиабазу были переброшены 6 истребителей. Теперь они будут осуществлять регулярные авионалеты по позициям боевиков. О сроках возможной наземной операции американских военных, которую не исключил Реймонд Диерна, в Пентагоне пока не сообщают. Валера. Спасибо, Женя.